Приветствую вас. Я думаю, что вам бы, наверное, хотелось какого-то решения от нас, чтобы мы именно подсказали вам, как нужно себя вести и какое решение принять. Но мы этого сделать не можем, потому что это ваша жизнь. Ситуация, которую вы описываете, для меня выглядит следующим образом. Вы взаимодействуете с мужчинами, вы выстраиваете отношения с мужчинами так, что серьезные, гармоничные, успешные, продуктивные отношения у вас не получатся. С чем это связано? Только с вашей моделью поведения. Вы выбираете мужчину, кто опирается исключительно на чувства, что является негативной историей. Вы выбираете мужчину, опираясь исключительно на расчете, что является тоже негативной историей. Хотя вы, безусловно, в этом, в этом, вы в этом не признаетесь. Скорее всего, я так думаю, но тем не менее, тем не менее, тем не менее. Вот. И по факту, по факту, вам бы вот в этом направлении поработать. То есть, вам бы вот поисследовать вот эти моменты, связанные с тем, как вы, как конкретно, вы выбираете мужчин. Ну, для отношений. Вот. И это первое. Да? То есть, тут можно и нужно, в принципе, поисследовать то, как вкладывалось ваше общение с вашими родителями, ну и так далее. Да? Вот. Насколько для вас вообще отношения с мужчинами важны и чем, если важны? потому что очевидно, что определенная, ну определенная важность присутствует. То есть, это все, в принципе, достаточно. Вот. Следующее, что хочу сказать. То, что вы описываете, ну вот, то, что вы говорите. Свидетельствует о том, что на данный момент вы не сказать, что вы любите и своего мужа, и не сказать, что вы любите мужчин другого. Прямо стирать, чтобы сомнений у вас не было. И, на самом деле, это очень неприятно. Потому что, по факту, может получиться, что в социальной всей жизни вы жили в определенной иллюзии, да? В определенном плане. Вот. И, в общем-то, вам совершенно очевидно. Страшно вам совершенно очевидно. Неприятно это всохновать, но лучше это сделать, лучше это признать, потому что в противном случае вы просто так и будете несчастны. Вот. Там, что вы будете жить, ну, не в своей жизни, к сожалению. А это, как известно, достаточно негативный. Негативный. Вот. Вот. Это, вот, достаточно негативный момент. Здесь. Вот. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание, да? Значит, надо бы разобраться в ваших чувствах к мужчинам, к вашим мужчинам. Только на моем, тут только в втором. Поработать с чувством вины, которое у вас есть перед вашим мужем. Поработать с вашими желаниями. Вне всякого сомнения нужно встретиться с этим мужчиной, с которым у вас никак не завершатся отношения. Почему? Для мыть у вас не завершённый гестарк. Это у вас не завершённость отношения. Это тех пор, пока, ну, эта не завершённость будет у вас, вы, скорее всего, дальше жить не сможете. И двигаться, ну, дальше у вас не получится. Вот. Потому что вы будете постоянно смотреть, куда-то, вот, в прошлое. И надежда, она, вот, что называется, будет у вас, ну, будет вам мешать, короче говоря. Вот. Вот. То есть это, к сожалению, такие вот моменты будут. Поэтому, встретиться с человеком вам нужно. Вот. И посмотреть, что именно вы чувствуете, да. Потому что даже если предположить, что стенку вы устраивали сами, как вы говорите, то все равно для чего-то вы это делали. Вот. И чего-то вы боялись. Вот. Вот. Страх, никуда он, в принципе, не идётся. Вот. Вот. Вот такой момент. Разобраться в своих чувствах, поработать со своими внутренними конфликтами, которые у вас имеют место быть, которые у вас могут быть из-за различного опыта, в том числе негативного. Вот. Это является первостепенной задачей. Вот. А дальше уже смотреть, что делать, а что делать. Вы не можете кого-либо обидеть. То есть вот именно обидеть вы никого не можете. Обида – это к счастью или вот к сожалению, но обида невозможна. Обида невозможна межде людьми. То есть обидеть другого человека обидать вы не сможете. Потому что это выбор, его выбор, ну, выбор человека. Обязательно ему, допустим, мало или нет. Хотя понятно, что ему будет неприятно. Это понятно. Поэтому здесь всё вот с посоличными границами нужно поработать. Чтобы не думали вы, что способны кого-то видеть. Ну, чувство вины. Да, это всё в какой-то степени данного опора. Вот, здесь вы на себя, пожалуй, слишком много берёте. Ну, это вполне в принципе пока достаточная история. Нередко. Если мы говорим о взаимодействиях между мужчиной и женщиной, вот в таком ключе. Следующее, это ваша реализация. Насколько вы реализованы. В принципе. Вот. О своей жизни. Вот. И реализованы ли вы. В своей жизни. Потому что, если вы в своей жизни не реализованы, то отсутствие реализации, конечно, будет сказываться. И сказываться будет очень серьёзно. Потому что вы будете бояться потерять мужчин. А вы боятся, что мужчину уйдут из вашей жизни. Они боятся, что они перестанут с вами как-то взаимодействовать. Вот. Ну и так далее. То есть, проблематика это достаточно такая вот серьёзная. Если это никак не корректироваться, если это никак не разбирать. Вот. Потому что вам нужно по возможности снизить значимость, ну, глобальную значимость мужчин для себя. Вот. Чтобы не так важны вам были мужчины, как сейчас. Чтобы вы как-то вот более самостоятельно стали. Вот. Ну, чтобы вы были более самостоятельны. Этого достаточно для того, чтобы вам эту ситуацию разрешить. То есть, как видите, предполагается работа достаточно комплексная. Предполагается работа достаточно многосторонней, я бы сказал, да. Вот. И, соответственно, решение, я думаю, вы сможете найти только со временем. Оно, понятное дело, не будет каким-то однозначно, скажем так. Да. То есть, это решение будет неправильным. Это решение будет неверным. Скорее всего, это решение будет таким решением, которое выбирается из-за меньшего зла. Вот. И не нужно думать, что всем, что все, точнее все будут довольны этим решением. Нет и нет, и еще раз нет. Все довольны решением быть не могут. Ну, в вашем ходу. Невозможно, в принципе. К сожалению. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Опираясь на то, что вы, ну вот, на то, что вы даете эту информацию. Такой ответ. Если сейчас, если сейчас вы себе не смогли разобраться, вот именно сейчас, то вряд ли вы разберетесь со себя в последующем. Поэтому, опять же, здесь я бы рекомендовал не тратить как-то на это время, да, а просто обратиться к специалисту. Вы правильно сделали, что написали. На сайт правильно сделали, что оплатили, как психологу. Но, главное понимать, что это только первый шаг. Так что, как бы, вам необходимо сделать, точнее вам необходимо сделать. Следующий шаг это выбор эксперта. Вот. И работаем с выбранным вами специалистом по направлению, которое вы посчитаете для себя. Возможно. Вот. Это то, что я могу вам сказать сейчас. Поэтому, не бойтесь, работа по исследованию себя. Довольно интересная, довольно увлекательная, если к ней подходить, с определенным желанием. Вот. Так что, я думаю, что у вас может получиться. Вот. Если вы будете относиться к этому достаточно серьезно, все у вас может получиться. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно, потому что я вам сказал, надеюсь, что это было полезно для вас. Я вам искренне желаю разобраться с трудностями. Вот. Эм. Которые у вас есть. Я надеюсь, что все у вас будет хорошо. Всего вам доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Я надеюсь, что вы можетеống там больше, да и relevания дни в таком месте. Мännанняя дышать. Ужать. И арминатную спину. Выключить. Ужать тковь. Токьё. Сошли. Ужать. Вышеудшим. Рез升vol Watchstandу.